Всем привет, чуваки! Добро пожаловать в новый влог, как вам и обещали, и себе обещали, мы едем на море. Едем на ближайшее побережье, чтобы туда-обратно было легко и быстро, приятно и там тепло. 13 градусов. У нас Бузыка с собой. Собака? Собака Бузыка с повязочкой. Еда Алиса с утра наготовила. Потом кофе. А там, кстати, футболка лежит. Моя старая футболка, потому что после водохранилища Гороша залезла туда и испачкала все сиденья. Ну, просто пылью стряхнуть надо. О, ты что сейчас... Я тоже так сделаю сейчас. Тоже разденусь. Поеду так, без куртки. Она не претендует на то, что объекты, которые она изучает, реально. Просто побежал в каплистан. Как гороша? Руки придется мыть. Ты тоже планируешь? Нет, я говорю, побежал, как гороша. Сейчас гороша будет ревновать. Он не понял, что такое. Ну, здравствуй. Ну, привет. Иди сюда. Горош, ну что начинаешь? Ну, что ты? Ревнуешь? Не лень руки мыть, если честно. Про троих смотрят. У нас их нету. Нету? Да, там одна осталась. Иди сходи помой. Затискаю такое. Затискаю собачь. Все? И барбас. Уши больше. Ну, блин, хвост ему, походу, кто-то оторвал. Ну, вообще прикол. Просто на меня лапы поставил. А гороша, кстати, к нему тянулась. И все нормально. Барбас, ты теперь Мишу ждешь? Да, походу, все собаки просто Мишу любят. Отель Амор, 480 рублей. Вот, поехали в Амор. Аморы, аморы. Ребята, мы проехали Джубгу. Сейчас будем проезжать Лермонтово. У нас есть мысль проехать Лермонтово мимо. И где-то между Лермонтово и Новомихайловской. По-моему, там Новомихайловская. Новомихайловская еду. Да. Где-то, короче, найти место новое, куда можно съехать. Но не факт, что там оно есть. Да. Вообще, если бы сейчас работали кемпинги, и вот эта женщина ездила бы аккуратнее. И нормально. Да. Вот, если бы работали кемпинги, я бы вообще в кемпинг, если честно, дернул бы, чтобы прям к морю можно было подъехать. Я уверен, что если бы они работали, они были бы недорогие. Вы посмотрите на эту красоту. Вот это да! А, сегодня ветер. Сегодня ветер. 6 метров в секунду сегодня. Ветер, 13 градусов. Вот. А помнишь, мы здесь тормозили, спускались вниз вообще туда? А вон там тачки подъехали, прям на берегу стоят. Так вот, где-то здесь есть. Так вот он, берег мечты, да, заезжай. Сколько стоит-то? Блин. Да хрен-то знал. Ну прикольно. Они прям вот у моря стоят. Я теперь не могу смотреть просто так, без эмоций, на аквапарке. После вчерашнего классного фильма «Дорога, дорога домой». Такой, прям смотрю, думаю, сейчас там где-то главный герой, наверное, угорает по трубе, обгоняет другого. Кемпинги работают, вон, можно заезжать. Ну, короче, если еще, мотанем круг, вон там и собаки горошкины, карифаки. Ну, мы сегодня другое место. Ну, ладно, погнали. Там, кстати, тоже кемпинги должны быть. Конечно, все есть. Здесь летом довольно-таки прикольные. Здесь офигенское лето. Да и сейчас офигенское, смотри, что творится. Только мы проехали чуть дальше Лермонтова, и здесь сразу ощущаются уже вот эти вот зеленые деревья в этих, во вьюнах. Я думаю, еще дальше проехать, там будет растительность другая. Да? Да. Я уже Алисе говорю. Так, а слабо до Сочи уже дернули. Да нет, не хочу. Да поехали. Я хочу, но хочу туда с ночевкой. Да, с ночевкой поехали. У меня деньги с собой. Деньги с собой. С собой, смотри. Это смешно. Вообще, в наше время деньги всегда с собой получались. Ну, если телефон не забыл, конечно. Ребята, вы бы почувствовали этот воздух. Жаль, я не могу вам его передать. Но представьте Сосновый мор. Здесь просто такой густой воздух. Ты чувствуешь? Несмотря на то, что тачки проезжают, ручей Саркизова щель здесь. Вот для тех, кто вдруг интересуется этим местом. Захочет повторить наш подвиг. Алисин, подвиг встать вот так вот перед знаком четко. Как после знака же нельзя. После знака нельзя. Мы только что спустились вон оттуда. Это трасса, мостик. Просто вот по вот этому бетонному желобу. Здесь река же, наверное, такая. Ну, какая-то речка здесь. А, тут такая вот эта Саркизова щель есть. Речка, ручей. Ручей написано было. Просто летом она будет полная. Ну, не то, чтобы, наверное, прям полная. Хотя, да, наверное. Короче, ребята, мы на море. Мы на море. Здесь собачьи следы свежие. Да, походу здесь бегают собаки какие-то. Вон кто-то тоже ходит. Здесь табло стоит. Время, дата и температура воздуха и воды. Ну что, 12 градусов, между прочим, это что-то как-то слишком тепло. Я думал, намного... О, 11. Холоднее. Так, ты запарила? Господи! Она опять хотела тебе ногу поранить. Ну, красиво. Да. Красиво. В летних курортах зимой, говорю, есть определенная романтика. Ну и хватит, это мертвые кто-то. А ты нюхаешь. Там вон собакин, смотри, извалялся в чем-то. Вдалеке. Да, вон еще с собакой. Ну ничего, сейчас... Короче, собачья площадка и здесь настигла нас. Такая резкая площадка страшная. Да, да тут много чего страшного на самом деле. Вот это все такое... Что-то работало, что-то так и не работало. Пойдем. Береги. Мы нашли офигенский пирс. Нет. Да, типа волнорезы какие-то, наверное. Гороший, нам сюда. Гороший. Ёла-пала. Ты сейчас там застрянешь где-нибудь? Вообще не глядя, бежит, блин. Нет. Для Инстаграма фотки сделали. Сейчас осталось сделать футаж. Футаж для обзора Сонечки. Чтоб вы понимали, какой голос у гороши. Чего, Алис, стоим? Идем. Ждем, когда серфер начнет. Когда серфер. Просто чувачок решил в 11 градусов поплавать с доской. Сейчас посмотрим, что это будет. Блин, очень интересно, каково это в гидрокостюме, конечно. У нас тут свой Бали. Вообще, реально, свой Бали. Все, на гулять. Смотрелись? Да. Кайфово. Очень. Даже практически не замерзли. У меня немножко руки замерзли, потому что пульт держал. А так в карманах вообще хорошо. Вообще тепло, очень тепло сегодня. Что-то горошио только разбузилось. Начало тут лавить во все стороны. На коптер. Непонятно, да. Коптер облавил. Вообще на всех. Ну и что ты лаешь? О, чувак сейчас поедет. Мы все пытаемся поймать момент. Во, сейчас, 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 смотри. Тай. Но у него несколько раз получалось. Даже, по-моему, даже удалось чуть-чуть подснять. Удивительная штука, что, мне кажется, он один на все Черное море. Не, вряд ли. А, да я шучу. Что ты, блин, ты шутку сломала сейчас. Ожидание должно было быть. А на Бали их было, блин, 100 тысяч на квадратный метр. Ну да, да. Очередь была там. Все друг друга расталкивали, лишь бы поймать эту волну. Ну да, зимой это здесь, конечно, волны. Это сейчас еще вот такие. Они прям совсем мизерные. А бывают огромные, преогромные волны. Такого, что летом такого нету. Летом волн нету практически. Ветра нету, ветров вот этих вот нет. Ну да. Нет, ну бывает, но не так часто, да. Да. Обидно им, что приходится только плавать вот так вот. Особенно, когда в наше время, когда, блин, не напали, не дурали, никуда, блин. Не сгоняешь. Если только у тебя вот 200 РА есть в кармане, только еще три нолика. Подрисовать, то там можешь что-то еще намутить. Наш путь к машине. А вообще, вот тут сразу трасса. Да, я просто чуть на камнях не навернулась в море. Заскользила? Ну чуть-чуть, из-за песка реально скользко стало. Надо перескочить теперь туда. Я знаю, что ты сама можешь. Господи, господи, гонщики. Вокруг одни мазафака гонщики. Ламповость нашего пикника это обед в машине, рис и тофу. Вот, смотри, вообще у нас сегодня какой-то балийский день. Да? Да. Рис, тофу, серфер, песочек, волны, море. Ну, кстати, на Бали тоже есть море с другой стороны. Вот. Индийское, по-моему, да, оно там называется? А, нет, индонезийское. Или балийское. Балийское море, так это называется. Индийский океан. Индийский океан, да. Все, дорога домой. Вот он, позади тот самый пляж, на котором были. Впереди красивые сосны, а сзади вот какой-то вот этот вот нехороший человек все подпирает и подпирает, подпирает и подпирает меня. Подпирай себя, блин. Не смотрите на небо, не думайте, что уже ночь, потому что мы все еще на юге. Я хотел сказать, что кайфово, видите, вот в чем плюс Ближнего моря. Ну, то есть по-быстрому куда-то не в Геленджике ехать, а здесь вот как мы. Без 26, а мы уже все, въезжаем, въезжаем в Краснодар. Сейчас поедем кофе пить. Мы тут зависли в кофейне, пьем капучино на соевом. Вот в чем кайф Ближнего моря. Ближнее море. Новое определение. До свидания. Реально. Блин. Можно было на улице посидеть, что-то мы тупанули. Ну ладно, ладно. Ну в следующий раз, в следующий раз. Ну а хорошо-то как на луке. Шикарно, ребят. Третий путь. Просто в толстовочке. Прекрасно. Погода сегодня офигенская. Погода офигенская. Тра-та-та-та-та-тан, тра-та-та-тан, тра-та-та-тан, кулинария кемвизмен. Алиса, вопрос в комменты прилетел. Как готовить сметану веганскую, о которой мы уже несколько раз во влогах говорили? Надо было на мой инстаграм подписываться. А-а-а-а. Ответ таков. Все. Ну ладно, сделай же бонус для подписчиков. Кеши помыть, залить немножечко водой, добавить капсулу пробиотическую, как Криво сказала. Покежешь ее? Я вот это пользуюсь. Как я понимаю, чем больше этих... Биллион. Да. Тут 50 миллионов. Здесь 50, да. Тем лучше. Вот. Кишка такая должна быть у вас. Вообще, ну, эту капсулу типа я вечером пью, как пробиотик. Нет, у меня нет в этой тарелке. То есть, получается, сметана пробиотическая. Вот сейчас ту лечку покажу. Вот столько кешью я добавляю. Сложно, да, понять. Ну, короче. Да, примерно. Я не знаю, сколько там грамм, но примерно грамм 300. И настолько... На эти 300 грамм две капсулы вот этой штуки. Если у вас меньше кеши, то, естественно, можно эту капсулу добавить. Вот. И туда немножечко лимонного сока добавляю и в блендер перемалываю. Но перемалываю так, чтобы не сильно прям жидко было, а ну такой типа густой. Ну, воду, ты сказала про воду, да? Да, естественно, кешью с водой. Вот. И оставляю на целый день, примерно на 12 часов. Можно на ночь оставить, без разницы. Короче, на 12 часов оставляю прямо здесь на столе. То есть, просто тупо в тепле должно быть. Никакая не батарея, ничего такого. На батарее, конечно, быстрее работает, но здесь тоже работает. Через 12 часов становится очень кислое и можно убрать еще в холодильник еще примерно на 12 часов. Когда она охлаждается, то она становится более густой и даже, возможно, еще немножко кислее. Но то все равно процесс продолжается. Все. Ну, а как крем, можно туда сахарную пудру и ваниль. Все. Спасибо. Я не стал снимать елку со стола, потому что у нас еще затупил пылесос. Мы пришли, а он ничего практически не пропылесосил. Не знаю, в чем причина, будем разбираться попозже. Если будем вообще. Если он сейчас все пропылесосит нормально, то, может, и не будем. Горошая, уже мытая. У нас заканчивается наш турецкий черный чай вкусный, который мы пьем. Мы его привезли из Стамбула. Алиса скачала фильм «Дичь». Да, с Винсом Боном какая-то комедия. Будем смотреть его, пить чай и наслаждаться последними денечками каникулы, потому что остались выходные, и потом все, рабочие будни начнутся. Кстати, да, сегодня наснимал, попытался наснимать на Sony. Так что думаю, что завтра я уже закончу обзор, и на Жираф ТВ выйдет обзор на вот это, на вот это. Увидимся с вами в следующем видео. Жмите большие пальцы вверх. Пишите свои комментарии. Будем вот так вот, как про сметану, отвечать во влогах. Все. Покеда!